всем привет это 12 выпуск крипта для чайников как вы понимаете до сих пор наши бюджеты не исчерпаны именно ввиду этого продолжается контекстная реклама которая всем надоело а мы перемещаемся плавно в united states of america и у нас нету виз поэтому мы можем сказать беженцы перебежчики жаль глиб поехали что ли по и гатча 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 первый вопрос очень даже в тему в одном из ранних выпусков я нашел вот такой чудесный комментарий цитирую от стой когда же у вас наконец-то закончатся бабки на съемку этого я подозреваю что вероятнее всего бюджет на съемки нашей никому не нужной передачи ну кроме там каких-то 50 тысяч подписчиков уже больше закончится в следующую крипто зиму раз купорим глебушкину кубышечку и будем на нее жить добра нажимать до следующей волны криптовалютного роста до следующей волны пит-стопов дорогие подписчики кто из вас правильно в комментариях напишет сколько раз глеб появлялся в выпусках гагарин шоу в том числе в рубриках в одной и той же одежде что значит одна и та же именно вот это или вообще если это называешь комплект цари в этих джинсах точно первый раз давай за этот свитер хотя бы свитер да все давай заказываю это было до переезда вновь что нам было холод до переезда в новую квартиру за сколько раз глеб значит в тех или иных рубриках гагарин шоу присутствовал в этом свитере кто первый напишет правильный комментарий получает от нас тысячу значит прекраснейших доги я вот дай первый на грейдера часто на свитер что такое блокчейн вы однажды отвечали на этот вопрос sony плаки дюк но так как не все наши подписчики любят sony но все любят нашу рубрику крипто для чайников просьба раскрыть эту тему так мы и тут открылся любят sony но все любят sony плаки дюки плаки дярки плаки дюняри плаки духи плаки дюняри плаки духи плаки духа это когда это же только без сливчика плаки ну плаки духу дел плохи духа бабочка так так мы рассказывали что такое блокчейн что такое блокчейн глеб я уже забыл можно так идти мы так далеко ушли в прогрессии развития наших продуктов и компании которая значительно лучше чем то уже и забыли что такое блокчейн глеб и так и так блокчейн это последовательная цепочка блоков не дура серьезно нет цепочка блокчейн рассказываешь и на выйди пожалуй вовы ты не выходи было потом со счетницей выйдут . . и как в маске помнишь этим аппарат это последовательная цепочка блоков каждом последующем из которых содержится вся информация о предыдущих блоках в блоке записывается информация о транзакциях которые произошли в данный промежуток времени в чем прикол блокчейна блокчейн каждый блок уникален и не может быть повторен его невозможно подделать нету центрального компьютера но также нет второстепенно все компьютеры одновременно являются главными и неглавными это распределенная база данных что однорангово ну возможно да или нет это где вообще все находятся это ваших интернетах это все находится реально на каком-то сайте нет она находится в системе в этом есть прикол блокчейн каждый у кого кто скачает полную цепочку блоков то есть блокчейн какой-либо монеты он может оставаться точнее сеть будет продолжать жить пока этот человек будет ее к где-то все находится получается что на памяти в память в интернетах на серверах все таки есть сервера на серверах находится блокчейн находится на серверах и был чейн это технология информация до информация о блокчейне находится на серверах не вот мы и приплыли значит нет. Именно поэтому Глеб работает в отделе оффлайн-развития. Там, где все земное. Стриптизерши – то, что можно пощупать. Рассчитывается он там наличными. Глеб, у тебя есть вообще биткоины? Так, чтобы окончательно тебя опустить. А шо это? Это была последняя рубрика «Крипто для чайников». Я перехожу в зрительский зал. На самом деле мы, как Глеб правильно сказал, уже действительно об этом говорили. Хочется начать разговор о блокчейне, не с самого блокчейна, а с того, что мы на сегодняшний день имеем, представив, что, например, блокчейна как такового не существует. Соответственно, да, мы все привыкли к тому, что существуют какие-то базы данных, сервера и компании, и хранилища, которые обеспечивают сохранность наших данных. Это всевозможные айклауды, куда мы выгружаем фотки голых себя в душе и прочее, прочее, прочее. У всех этих хранилищ, которые доступны нам на сегодняшний день, еще раз повторюсь, в том мире, в котором нет блокчейна, все эти базы данных, облачные хранилища и все прочее находятся в управлении централизованных так называемых компаний, да, то есть компаний, у которых есть единое начало, есть владелец, есть какой-нибудь фактор человеческого риска, у каких-то сотрудников, у каких-то инженеров есть доступы к этим серверам, есть какой-нибудь SEO, например, который может, например, в пьяном угаре положить, собственно говоря, болт на все это мероприятие, на свою компанию, ну и так далее, и так далее, и так далее. Сервера эти могут сгореть, что неоднократно происходило в последние пару лет, соответственно, теряются доступы, отключается Cloudflure и взламывают эти сервера и так далее, и так далее. Появление блокчейна является собой новый виток в развитии передачи информации и хранения данных, потому что он децентрализован. Децентрализован за счет чего? За счет того, что нет единого владельца и управляющего этой базой данных и этим хранилищем. Управление всей этой историей, да, там, всем этим облачным хранилищем, назовем его так, происходит децентрализованно. Работает за счет того, что есть тысячи, десятки тысяч компьютеров и всевозможных вычислительных устройств, которые принадлежат всевозможным частным структурам и организациям. За счет того, что они отдают в сеть свою мощность, мощность своих вычислительных машин. За счет этого в облаке существует децентрализованная база данных, которая никому не принадлежит, которая не подвержена риску взлома. Самое главное, соответственно, это то, что всю историю и хронологию событий, происходящих в этой базе данных, невозможно переписать. За счет того, что она децентрализована, за счет того, что она построена по такому принципу. И, соответственно, для того, чтобы владельцы этих вычислительных мощностей, которые позволяют всей этой прекраснейшей структуре существовать, получают в виде награды, в виде вознаграждения за свою деятельность, получают те самые биткоины. И вот, собственно говоря, мы и разобрали в двух словах блокчейн, биткоин, упомянули майнинг, это вот те самые вычислительные машинки. И почему, собственно говоря, эта технология крутая и интересная. И революционная. И почему биткоин стоит на сегодняшний день тысяч долларов? Потому что то, что предложил миру блокчейн, было невозможно. Да, блокчейн плюс биткоин. Было невозможно. Была криптография, конечно, десятки лет и всевозможные решения и наработки. Но так, чтобы воедино это все в комплексе заработало, смогли сделать только сотрудники ЦРУ. И запустили, конечно же... Это прекрасно. Ну, мы же в Америке. Будем в Украине, скажем, СБУ. We are living in America. Это тоже комментарий под одним из наших выпусков. Все это шляпа. Вы что думаете, что систему блокчейна никто не обслуживает и не манипулирует ценой? Да, именно так мы и думаем. Как зовут комментатора? Он реально раз отдал эту фишку. Братан, ты молодец. Ну, надо закрывать. Как? Как он к этому пришел? Умничка. Получается, кто-то обслуживает? А есть манипуляторы? А хочешь, я тебе открою, мой дорогой зритель, еще один маленький секрет. Есть еще чуваки, которые все это разрабатывают. Вот давеча вышло обновление топрут. И, соответственно, мы с тобой, не будучи себе пядей во лбу, понимаем, что это кто-то педалил. Вот. Поэтому, да, помимо того, что это все кто-то поддерживает, обслуживает, еще кто-то и разрабатывает. И, к сожалению, этих самих людей, которые все это делают, они никакого контроля не имеют. Пу-пу-пу-пу. Бесплатно они это делают, а получают они деньги только от биткоин-евангелистов. Есть ребята, которые вдохновлены прогрессом и тем, что привнес в мир блокчейн, и они дают такое вознаграждение за разработки в области блокчейн и поддерживают ребят, которые пилят всю эту историю. Но никто на сегодняшний день не управляет этой всей историей. Мало того, никто не управляет ценой, на самом деле. На цену можно повлиять значительно, но так или иначе нужно понимать, что в мире, хоть и хрупкое, но существует некоторый баланс белого и черного. Рынок без этого баланса вообще, в принципе, существовать не может. Поэтому на каждого крупного чувачка, который хочет много купить или много продать, есть чувачок, который готов сделать ответное действие. Манипуляция есть везде, всегда и во всем. Я не понимаю, просто когда я читаю про то, что цена упала на какое-то количество пунктов, это манипуляция. И шо? И шо? И шо? И шо? И шо? И шо? Нефть стоила минус 35 долларов. Возьмите, мы вам доплатим. Я когда-то жил на площади Роза Люксембург, моя квартира стоила реально в среднем по рынку 150-160 тысяч долларов. А продали мы ее за 27. Ну, мне так сказали, по крайней мере. Кто-то сманипулировал, ты думаешь? Ну, я думаю, что у меня были в семье манипуляторы. И был один маркетмейкер. Да, у меня бабулечка могла забыть. И был один на тот момент хомяк. Хомяк это я. Да, то есть, в принципе, все было выстроено по, значит, по рыночной схеме. Ну, все, рынок работает. Да, поэтому, ребята, все спокойно, все нормально. Слушайте, ну, помните, может, историю, когда пустили слух, что заканчивается соль? И я тогда был в небольшом городе. Небраска. Небрасочка. Маленькая такая небрасочка. И реально люди тупо пошли, вынесли с магазина всю соль. Тут каким-то образом организовались люди, которые съездили в соседнее село, выкупили там всю соль, там по гривне 50, продали по 5 гривен соль. И люди брали пачками. Ну, вот реально, вы помните эти пачки? Килограмм соли. У кого-то хоть раз она закончилась? Просто, ну, интересно. У меня заканчивалось. Не без солений. Не без солений. Ты, чувак, ну все солишь, так или иначе. Понятно. Ну, блин, там килограмм соли. Сколько тебе, в принципе, надо ее? Ну, две пачки. А нас выросло. Я понимаю, что ты, Маугли, как бы всю жизнь прошил один на дереве. Но в семье из пяти человек этот килограмм расходится очень быстро. Да, но если она стоила гривна 50... Хорошо, она стоила 30 центов, стала 60. Это не... У меня, б***ь, а батон стоил, помню, 51 копейку нарезной. А было только 50. Ты говоришь, можете чуть-чуть не дорезать? Ну, давай, по продуктовым ценам это Тищенко позовем. И дурнево. Специалист по Тищенко. На самом деле, как бы политики с опытом понимают, что нельзя на такой хи***ь хестись. Ну, потому что она слово за слово, а шо вы там люди, там тролливали, гуляли, поливали. А где вы продукты покупаете? Да шо вы, п***ть, б***ь, б***ь, пришел тут выжимает до последней копейки, б***ь. Да не, я очень скромно покупаю все на самом дорогом рынке страны. Нет, это как ты вилка, да, пришли на этот рынок и начали задавать. Сало по 20 рублей у него. Ты же видел, когда пришли к этим продавщицам и говорят, а Тищенко вас реально покупает? И там одна продавщица говорит, что... А у нее на ноге шокер, понял? Он такой, да, по 20 гривен. Не, не, она говорит, да он приходит, он торгуется, сука, до последней копейки на вот таком языке. А прикинь, что если он реально просто выторговывает такую цену? Да, она думает, да, из 5 меня, б***ь. Она говорит, 310 гривен килограмм. Он говорит, а если подумаем? И тут стоит охоронься. Один уже заходит за переписку. Да, говорит, тогда торговли сегодня не будет. Говорит, сука, почем? Говорит, 20 гривен. 20 гривен раз, 20 гривен два, 20 гривен три. Продано господину в черном пальто. Да, б***ь. А он, получается, просто в натуре по этим ценам покупает. Он когда заходит, все просто прилавки сворачивают. Или я в домике. У нас когда-то проскакивала новость. Я пытался найти, но безуспешно. Была она о том, что пара увековечила регистрацию своего брака в блокчейне. Было. Расскажите, как это возможно? Вова, ну ты ж потом не вытрешь ничего с блокчейна. Это ж тебе не с пола. Вова ушел думать. Глеб, расскажи, какой увековечить, раз уже такая пьянка пошла. Ну, записали, нотатки сделали в транзакцию, что мы такие, такие. Все, и вид правилы. При отправке транзакции ты можешь внести комментарий, можно так сказать. Да. Так как эта транзакция происходит в блокчейне, как мы обсуждали ранее, переписать, откатить ничего нельзя. Хотя откатить тебе было бы, конечно, полезно добавить такую функцию. На блокчейне, Юрий. Алло, алло. Извините, контролеров везде своих расставил. Сообщение, можно даже так сказать. Как в банк. Сообщение, да. Ты пишешь, отправляешь деньги и пишешь назначение платежа. Очень часто раньше, по крайней мере, продвинутые криптоюзеры обменивались сообщениями в блокчейне. Называлось это криптопейджинг. Они были как напрямую, да, там указывали какую-то информацию, так и зашифровано, да. Там была такая штука. И, собственно, да. Вот увековечил. Это, по сути, внес в транзакцию комментарий. Ну, расскажи вот эту штуку. Это интересное. Ну, типа отправка какого-то определенного количества Сатоши означала определенное действие крутых игроков на рынке. На самом деле, те, кто не были близки к этой истории, думали, что это шутки. Вот. Но объективно взрослые игроки рынка действительно прибегали к обмену сообщениями для того, чтобы производить те или иные действия на рынке одновременно. То есть, соответственно, это были сообщения по типу «продаем с целями 3 тысячи пунктов, 5 тысяч пунктов или 10 тысяч пунктов». Или «покупаем с ожиданием движения столько-то». Или «держим цену в боковике». И, соответственно, в зависимости от количества участников, подтвердивших пересылкой далее сообщения с определенным количеством Сатоши, То есть, чем больше участников было в этой всей истории, тем, соответственно, более долгосрочным и качественным было движение. То есть, подтверждений могло быть 3 от 3 участников, 6, 8, 15, 20. И, по-моему, в пике было 38 или 40 участников. Уже, наверное, полтора года, а может, не, наверное, год это не работает. И они перешли на другие каналы связи, криптопейджинг как таковой. Хотя, как бы, да, там энтузиасты продолжают обмениваться сообщениями, но по факту это уже, с точки зрения вот этой истории, как бы, это не работает. Они обнаружили для себя, там, Телеграм, Ватсап, уже, наконец-таки, дошли до этого. Ни с того, ни с сего. Готовы ли вы помочь провести подобного рода транзакцию? И сколько это мне обойдется? Мы готовы это сделать, и тебе это не обойдется ничего. То есть, безвозмездно. Следующий вопрос из зала от какой-то анонимной женщины. Глеб, когда вернешь 700 баксов? Это помнишь, когда она танцевала? В одной из передач был гость, который, значит, наслушался о том, что помогать людям хорошо. Некий Т.Р. Значит, наслушался о том, что помогать людям хорошо. О том, что непосредственно я являюсь активным благотворителем в адрес онкобольных детей. Посмотрел это все, наслушался. И знаешь, что сделал? Пошел у своих подписчиков собирать на помощь старикам. Ну, нормально. Говорит, если мы сейчас соберем 100 тысяч гривен, то завтра я их буду передавать. Значит, и все. Но я, с одной стороны, чуть-чуть, конечно, огорчен, что до сих пор эта подлюка не потратила ни копейки своих денег. Но, с другой стороны, я безумно рад, что, в принципе, удалось сместить его вектор. Хотя бы показушно, но хоть чуть-чуть встал на сторону добра и света. Но кто-то получил все же, это есть факты. Сториз этого кумедного персонажа не освятляет данную сторинку. Следующий вопрос в тему. Когда начнете продавать свои курсы? Валют или чего? Вот реально, давайте с вами, вот, положа руку на сердце. Ну, какие нахрен могут быть курсы? Вот вы пишете сотни комментариев и в директ пишете. У вас есть курсы, вы обучаете. Ну, нет, мы не обучаем. Ну, нет у нас времени для того, чтобы обучать. Это момент номер раз. Момент номер два. Я, если честно, очень с трудом себе представляю это обучение. Выстроить институцию обучения, да, там, с целью того, чтобы это работало правильно, это, ну, на это нужно положить очень много лет. И мы, конечно же, когда-то обязательно к этому придем. Поэтому, поверьте мне на слово, я придерживаюсь такой точки зрения, что когда вы пытаетесь найти какие-то курсы или каких-то коучей, или какое-то обучение, вот это вот все, интернет-обучение, вы пытаетесь переложить ответственность с себя на своего преподавателя. Потому что если вдруг я вам назову какую-то там позицию, вы ее откроете и потеряете, кто будет виноват? Вы виноваты не будете точно для себя. Естественно. Вы будете винить меня. Если я вас буду чему-то учить, и у вас что-то не получится, вы будете винить меня. Если я буду вам преподавать какое-нибудь дерьмо сраное, типа бизнес молодости или там бог трейдинга или еще что-то, вы будете опять же винить меня. Залезьте в интернет, почитайте, что такое блокчейн. Вы найдете там, в первом же, в Википедии, найдете 154 тысячи неизвестных слов. Вы пишите каждое слово, разберите его, опять же, опираясь на то, что есть в открытой базе данных. Так я это делал. Почему вы этого не можете сделать? Потому что, объясняю, потому что легче заплатить 300 долларов, чтобы вышел какой-то и рассказал вам, как нужно жить, как нужно продавать, покупать, как работает торговля и так далее. То есть вы просто за свои же бабки перекладываете ответственность себя на какого-то чувака. Индустрия, хоть ей 12 лет, суперновационная. 99% людей вообще ни хрена не понимают, что происходит. И вы хотите пойти к кому-то с деньгами, чтобы из тех идиотов, которые ни хрена не понимают, чтобы кто-нибудь сказал, нет, я все-таки понимаю, взял у вас бабки, рассказал вам какую-то дичь, потом у вас ничего не получилось, и вы сказали, так все это, но так получается. И повторюсь в очередной раз, ребята, сколько тогда должны стоить такие курсы? Вот просто вы подумайте. То есть если мы обладаем какими-то уникальными знаниями, как вы думаете, смысл мне или в Вове, X10, тратить минуту даже своего времени, X20, извини, X30, 300, до 300 еще дойдем, тратить хотя бы минуту своего времени, если ты за это время можешь просто приумножить свои бабки. То есть сколько должен стоить хотя бы разовое... Знаешь, о чем я подумал? Разовое занятие с Вовой, просто вот разовое занятие, чтобы он просто с вами поговорил. Послушайте хотя бы вот, мы в каждом передаче вам говорим, ребята, если ты обладаешь уникальными знаниями, ты сидишь и тихонечко косишь. Не, я на самом деле могу сказать, что даже если бы мне, допустим, за какую-нибудь часовую движуху заплатили бы там 20 тысяч долларов, я бы все равно эти деньги не брал, потому что это лицемерие. Но момент в другом. Я думаю, я часто вижу эти комментарии, типа, подскажите, какую лучше монету купить, куда вложить и так далее и тому подобное. И я подумал, что мы все-таки нет-нет, до какой-то информации обладаем. Но просто так ее кому-то рассказывать и озвучивать свои какие-то прогнозы, я считаю алогично. Алогично по причине того, что эта информация стоит денег. Если эта информация попадет в руки к человеку, у которого деп, например, не тысяча долларов, как там у основной части наших зрителей, а, например, там лям, то он может поломать как бы нашу какую-то торговую стратегию, которой мы планируем заработать деньги. Но, например, сделать это в формате какого-нибудь сложного ребуса, так, чтобы только лишь какое-нибудь небольшое количество людей. Классно. Но потом я подумал, это все равно ху** получается. Потому что мы будем как одни из этих чатиков несчастных, которые, знаешь, впоследствии как бы задают ребусы, там все под, знаешь, у них все так вот. Супер засекречено. Там в секретности нужно отгадать 800 паролей, 14 явок, а потом в конечном итоге он говорит, ну, в принципе, в принципе, я могу за три биточка тебе просто рассказать, куда пойдет биточек. Поэтому я подумал, что как бы, ребята, вот мы дарим вам доги, все. На этом как бы мы и ограничим наши прогнозы. Наверное, может быть только два варианта, при которых это может быть интересно. Смотреть Гагарин Шоу, отдуплиться, наконец-таки, и понять, что надо изучить немножечко самостоятельно эту тему. Потом нужно покупать только биткоин. Если ты не трейдер, а ты, б**ть, не трейдер железобетонно, нужно его покупать в рамках инвестиционного портфеля, набирая его частями на протяжении длительного периода времени, инвестируя в долгую, как это делает Уоррен Баффет уже 70 лет. Вот все секреты вам все только что рассказал на халяву. Два момента, когда, возможно, курсы могут иметь вещи, если вам просто приходят и объясняют понятия. Это то, что, в принципе, делаем мы. А второй момент, это если, не знаю, Вова... Понятия в смысле, типа, заходя в хату... Не. Ну, ну... И второй момент, это если, например, там, Вову пригласят выступить перед какими-то студентами какого-то... Массачусетского. Да, я не могу повторить это слово. Массачусетского университета. Либо Гарвард, Принстон, Оксфорд, Ель, или китайского этого... Не знаю, как он там правильно называется. И просто рассказать свои мысли, ну, то есть, тем людям, которые готовы их принять. Вот это два момента, когда... И это, естественно, тоже будет... Ну, это не будет за деньги, скорее всего. Это будет именно развитие перспективных людей мира сего. Я скажу так. Мне никто ничего не рассказывал. Ты тоже поделишься. И слава богу, что не рассказывал. Потому что, когда человек, там, преподаватель, коуч какой-то там, или просто там, рассказывает какие-то вещи, да, особенно касающихся, да, такие достаточно сложных вещей и процессов, он все равно вкладывает, как бы, да, так или иначе, свой вижен какой-то, да, то есть он вкладывает свое понимание. И это где-то может на что-то наоборот натолкнуть, и это будет неплохо. А где-то наоборот от чего-то отвести, что будет не очень. Учиться хорошо и, может быть, взаимодействовать с качественными специалистами тоже хорошо, но делать это нужно все при условии того, что есть какой-то базовый фундамент. Вот. Либо это вообще нулевой уровень, где просто определение рассказывают, либо это какой-то уже супер подготовленный уровень, и это обмен какими-то мнениями. То есть, соответственно, ну, то есть я к чему говорю? А для того, чтобы прийти куда-то учиться и понимать, что тебе парят не какую-то дичь, а ты будешь разбирать конкретные, понятные кейсы с понятными людьми, у тебя должен быть базис. В этом базисе у тебя должно быть понимание элементарных вещей. Что такое блокчейны, хэши, транзакции, DeFi и так далее. Ты должен хотя бы базово в этом всем разбираться, чтобы когда ты сядешь с каким-то кретином конченным, который у тебя будет брать 2000 долларов за хуйню, ты сидел и понимал, что тебе льют в уши какую-то срань. То есть, ну ты садишься, а он тебе такой, ну послушай, братик, я, короче, очень в этом разбираюсь. Смотри, все сильно просто. Именно вот это кубики в облачке, они собираются разбираться, но это все не очень важно, потому что очень важно, это знаешь, когда вот нисходящий клинчик, он рано или поздно заканчивается прорывчиком. Там смотришь 15-минутный, там 30-минутный таймфреймчик, вон хопа, прорывчик сделал, ты хопа, чик зафиксировал тут чуть позочки, хоп-хоп-хоп. Увидел плечи. Ну смотри, если тебе все сложно, я принимаю бабки в доверительное управление. Вот вам и курс бога трейдинга. Конечно, поэтому чуть-чуть разберитесь самостоятельно, а потом идите куда хотите. Ребята, бесплатный сыр только в Машеловке. Мне в телеграмм от наших зрителей из зала пришло 14 вопросов уточнений. Задам три из них. Первый. Является ли Гагарин Шоу образовательным проектом через призму юмора? Нет. То есть Гагарин Шоу ничему научить не может? Нет, мы все ждем, когда к нам придет спонсор и мы будем купаться в золоте. 60 выпусков, тратим по 8 тысяч долларов на выпуск в среднем без учета гостей и ждем рекламное агентство какое-то. Рекламное агентство. Нет, ну смотри, кто-то когда-то придет и как выкупит все выпуски. Все права на нас. Все права. Глеб купит сразу машину себе, если жена разрешит. Ах, заживо. На самом деле, в рамках Гагарин Шоу мы построили, я считаю, и продолжаем строить визионерский продукт, где мы, безусловно, шутим, как в старой поговорке, в каждой шутке лишь только доля шутки, все остальное правда. Шутим на тему того, что многим не позволяет даже без шуток посидеть и репу почесать. И, конечно же, в будущем когда-нибудь наши олды скажут и наши подписчики, типа, чуваки, ну, мы вместе смеялись еще над теми штуками, которые вы... Просто когда-нибудь рано или поздно Слава к нам придет. Иногда и Коля даже придет. И реклама придет, я вам точно говорю. И мы начнем отбиваться, и тогда выпусков станет еще больше. И это будут настоящие фишки. Глеб начнет пропускать выпуски раз через раз. Потому что машины буду покупать. Я не знаю. Я буду здесь сидеть вообще в соплях невменяемый, потому что, ну, просто это все будет так меня, ну, кумарить именно. Отвечать в 184 выпуске, что такое блокчейн. А стоит ли вкладывать деньги в доверительное управление? Тут такой интересный проект с облачным майнингом нарисовался. Ну, блядь, посмотри, 30 выпусков Гагарин шоу на перемотке 4 раза и, блядь, ответь на вопрос сам. Стоит ли вкладываться в облачный майнинг или нет? Прочитал один комментарий какой-то девушке. Говорит, я на самом деле вас включила, смотрела, смотрела, что-то запомнила. И такая козырнула в компании пацанов. Она не так написала, я тоже видел этот комментарий. Да, да, да. Ну, типа, она козырнула. Она говорит, я вас смотрю, типа, под бокальчик шампанского для того, чтобы потом козырять в компании пацанов. Ну, да, потому что я еще раз вам напомню, доминирующее большинство наших подписчиков это подписчики. И не, как бы, вы понимаете, 17-летние. Потому что мы не тиктокеры, вот это вот мы не повторяем. Потому что, потому что бабоньки со вкусом, они понимают, где как бы просто попи***л и потом утром денег на метро попросил, а где может и дать прикурить. У нас, так или иначе, часто бывают перерывы в 40 минут в час между съемками выпусков. Готовы ли вы сделать розыгрыш? Промежутка? Розыгрыш? Простока. Где победители удостоятся встречи часовой с вами? И смогут лично задавать вопросы, которые хотят? Начнем с того, что, Володенька, если уже, как бы, положа руку на сердце, перерыв 40-минутный, а разыгрываем мы, значит, перерыв часовой. Кто прикрутил 20 минут и как? И почему твоя фамилия на ман заканчивает? Я понимаю, что молодой семье нужна квартира в Киеве. Но продавать плюс 20 минут каждый раз, это тоже, как бы, знаешь, заметно. Это треть часа. Или это Тружковский попросил плюс 20 минут? Тружковский попросил разыграть хоть 40 минут с ними, я приду и извинюсь. Разыграть время. А какое время? В ресторане или где? Нет, ну я имею в виду, что так иначе вы на площадке находитесь и могли бы здесь провести... Смотри, давай так, если это симпатичная девушка, то мы, конечно же, разыгрываем час. А если парень, то 20 минут. Я понимаю, что это несправедливо. Но извините. Но, как бы, равенство я и не... Быстрее? Конечно. Как ты правильно понял, в три раза. Как несложно догадаться. И подожди, встреча какая? Вот здесь, тогда это просто получается бесплатный билет на Гагарин с собой или что? Нет, но наши зрители, они сидят, смотрят шоу, уходят. Давай так. А это личная встреча, где формат беседы. Мы предлагаем разыграть в таком случае у нас каждый раз после съемки Гагарин шоу с гостем. У нас есть традиция вечерних посиделок. Давайте, конечно же, среди наших прекраснейших, лучших на свете подписчиков или подписчиц, в общем, среди нашей прекрасной публики, наших друзей, разыграем ужин совместный после съемок о Гагарин шоу, в рамках которого мы можем поговорить и за жизнь, и за криптовалюты, и за все, что хочешь, как говорится, но за буйки не заплывая. Если эти буйки только не у третьего размера. Это, Глеба, личное предпочтение. Я вам предлагаю следующее условие. Очень часто мы сталкиваемся с тем, что люди, особенно новички рынка, не очень сильно понимают с тем, как зарегистрироваться на бирже и с тем, как завести туда деньги и осуществить свою первую сделку. Соответственно, условиям конкурса, в рамках которого мы с вами встретимся на вот этом прекрасном ужине, нужно снять либо в формате IGTV в Инстаграме или в Ютубе видео, в котором вы объясняете, как зарегистрироваться на бирже Whitebit и пополнить ее с помощью карты. Самое качественное, по нашему с Глебом мнению, видео, самое понятное, доступное и интересное, собственно говоря, автор этого видео и получит приз в виде ужина совместного с нами и нашей командой. А если это будет гражданин РФ или Беларуси? Мы ему вышли приглашение и даже купим билет. А если это Германия и так далее, то мы все решим? Мы все решим. С момента выхода этого выпуска и две недели после выхода. Если человек, который выиграет конкурс, по какой-то причине сам не сможет приехать, во-первых, мы предоставим ему такую возможность в любом случае, но позже, но при этом конкретно победителям этого розыгрыша будет человек, который займет второе место, который сможет приехать. И так мы, собственно говоря, всеем всех четырех участников, которые в лучшем случае поучаствуют в этой ситуации. И уже пятая... И будем ужинать сами. Я тоже поучаствую, может, хоть раз побываю на вашем сабантуйчике. Я очень давно хотел это сказать и, наверное, скажу. Что такое трейдинг? Кто-нибудь из вас, если задумывался... Это осень. Так вот, я вам скажу, трейдинг — это работа с вероятностями. Нет ни одного человека на свете, который знает, в какую сторону пойдет биткоин. Взлетит или не взлетит акция той или иной компании. Не знает никто. Чем больше возможных паттернов, чем больше возможных инструментов, чем больше опыта, тем, соответственно, выше вероятность вероятность того, что ты больше заработаешь, нежели потеряешь. Ни больше, ни меньше. Трейдер — это не бог, ни хозяин рынка, ни владелец ситуации. Это просто человек, который обладает определенным набором навыков и инструментов, которые позволяют ему потерять с меньшей вероятностью, чем заработать. Вот и все. Поэтому, когда вы смотрите на 20-летних пацанов, которые называют себя трейдерами, как бы вот этот один из вышеозвученных поинтов в виде опыта, сразу отсекайте. Вот и все. Хочу выразить всеобщее мнение команды. Мы по вам очень соскучились. И глядя на то, как вы сегодня заряжены и что вы сегодня реально в ударе, я так понимаю, вы по нам тоже. Мы отценили охотный выпуск. Всем большое спасибо. Кончайте. Автомобиль. Jeep Cherokee Limited. Вот он, 12-й выпуск был, и вот его не стало. Как? Была ж песня такая. Вот он был, и вот его не стало. И когда меня узнаешь ты, поймешь тогда, кого ты потеряла. Проеб там. Чья эта песня? Это киш? Кныш. Надежда? Киш? Я раньше был просто на хоббитке ходил, слушал рок, пил бутылку вина из Татарапака бутылку вина берем. Знаете, кстати, всем хой, как Вова открывает вино? Пальцем. Просто пальцем. говорит, у меня стопор с собой. Просто берет и пальцем открывает вино. Поздравляем. Дорогие девчоночки, наши подписчицы, представительницы прекрасной половины человечества. Если хотите, чтобы я продемонстрировал, как открывать вино пальцем, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь, чтобы ни в коем случае не пропустить, и напишите в комментариях хочу. И тогда в следующем выпуске я обязательно продемонстрирую, как открыть вино пальцем. И расскажите, как вы открываете вино. Слышишь, если открываю вино пальцем, как я точку джи могу продавить? Пережал ситуацию. А, вот она. 7 пис. 7 пис и показываю вот так. Ну, всем коза. Субтитры 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 субтитры